Olá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lá-la-la-la-la Всем приветた! Оксаны из Обамы! Добро пожаловать на наш многогранный канал! Самый многогранный канал о жизни в Америке! Так, друзья, сегодня мы делаем инспекцию дома для клиента. Клиент живет в другом штате, и нам заплатили 200 долларов, чтобы я как риэлтор могла открыть дом и посмотреть. То есть это называется дистанционная покупка, чтобы посмотреть вблизи, ведь вблизи ни один риэлтор вам не поснимает, какие проблемы, что там, менять ли окна, в каком состоянии крыша. Сегодня мы поговорим на такие темы, как дом для инвестора, почему риэлтор вас игнорирует, и что делать, когда дом два года стоял, не продавался, а вы решили его купить. Какие там шаги и подводные камни? Расскажу вам, касатики мои зубастые многогранные. Вперед! Плюс этого дома, то, что он находится в неплохом районе, рядом крупные улицы, и он с кирпичной облицовкой. Вас будут радовать цветы магнолии. Ну, и когда вы замените окна на стеклопакеты, вы не будете слышать шума с дороги. Я знаю такой формат видео, как бы двойной, чтобы не тратить ваше время, я вам показываю одну картинку, а говорю на другую тему. То есть я не буду заострять ваше внимание, посмотрите на эти цветочки, на эти стены, вы и так все понимаете, да? Значит, я сталкиваюсь с чем, что ко мне уже обращались русскоязычные наши эмигранты в США по поводу того, что они связывались с риэлторами в другом штате, где они хотели купить домик, и им не отвечают риэлторы. По какой причине риэлторы не отвечают? Первое. Ну, они не могли пропустить ваше сообщение. Это номер один. Номер два. Если они очень заняты, а вы им уже в письме написали, что у вас там всего 40 тысяч купить какой-нибудь домик, им не интересно с вами работать, потому что они получат очень маленький процент с этой продажи. И возиться, бегать, им неинтересно. Но они вам это не напишут. Вот, чтобы заинтересовать риэлтора, напишите, что я хочу с вами работать. Вот на такую-то сумму я могу потянуть, или я буду платить наличными. И предложите бонус 1000 долларов, официальный бонус, все, который будет через контору. Тогда им будет интереснее с вами работать. Это совет такой большой. Также есть риэлтор в ситуации, когда он смотрит на дом, что вы выбрали, прислали ему там в своем сообщении. И если он, наверное, не сталкивался с этими ситуациями, допустим, этот дом принадлежит банку. Там есть, как говорится, очень много, как говорится, через что попрыгать в оформлении документов. И не все хотят связываться вот с этими домами, которые мы называем форек-ложер. Или, ну, когда дом долго пустовал, от него отключено электричество. То есть это нежелание работать, например, с такого типа недвижимостью. И также иногда риэлтором становится человек, который в этом, ну, недавно в Америке, он только получил лицензию. Он много чего не знает, и он даже не знает, что вам посоветовать, если какие-то вы вопросы задаете. Поэтому он может отмолчаться. Или ему надо поговорить с брокером, прежде чем он вам что-то напишет. То есть получается, что очень много факторов. Или человек вас игнорирует, потому что не получил сообщение, или ему неинтересно, или он не разбирается, или просто ему, то есть, ему просто неинтересно работать с такого типа недвижимостью. Вот и все. Не обижайтесь. И вот такие дела. Да, но я прямо говорю, если человек располагает небольшими средствами, что я, что тысячу долларов в бонус при заключении договора, пожалуйста, оформляем на нашу контору. Тогда мне будет интересней. Вот и все. Дальше. Сталкивались люди с тем, что они... И это очень интересный вопрос. Вот мы нашли дом, он два года стоял на продаже. И никто там не жил. Электричество отключено. Какие наши шаги? Сначала вы заплатите тысячу долларов или пятьсот, чтобы получить этот дом. Если ваша цена будет принята, допустим, там просят... Допустим, там просят сорок, вы предложите там двадцать или тридцать. Если ваша цена принята, неважно сколько там, то прежде чем вы сможете вызвать нормального инспектора, вам надо будет вызвать инспектора по электричеству. Он с вас берет минимум двести-двести пятьдесят долларов за то, чтобы прийти. Потому что только инспектор с лицензии электрика может дать вам специальную квитанцию, бумажку, сертификат, называйте, как хотите, с которым вы пойдете в электрическую компанию, вот там, где вы собираетесь купить дом. Вы придете туда, покажете этой компании, что вот документ, что я собираюсь купить этот дом. И вот сертификат от электрика, что можно подключать электричество, что провода не перерезаны, что не будет пожара. Но прежде чем электрик будет делать эту инспекцию, многие не знают, вам скажут во всех спальнях на кухне установите вот эту сигнализацию от пожара, от дыма, аларм, мы тут ее называем, фаер-арам, фаер-арам, аларм, смок-аларм. Вот. И в электрической компании, если вы в этом штате никогда не жили, вы заплатите 150 долларов, как депозит, и то же самое с водой. То есть, и когда уже подключены электричество и вода, вы будете платить другому инспектору 300 долларов минимум и выше, зависит от размера дома, за инспекцию. И он вам скажет, какая ситуация с домом. Причем инспектор по домам не делает инспекцию, там, септик-танка, или как еще выгребная яма, да, называется. В общем, септик-танков он не делает, он не делает инспекцию по термитам. И он может действительно пропустить, и вы ничего не сделаете, потому что он не обязан нам найти термитов. И сейчас в контрактах с ними написано, что они не имеют права что-то отдвигать, какие-то деревяшки копаться, искать живых термитов. Вот. Вот такие дела. Вот надо знать такие маленькие моментики. Сейчас прикол расскажу, прикол расскажу. Значит, со мной связалась одна девушка. Она не знает, она хочет купить домик в Мавеле или в Пенсаколе. Мы жили в Пенсаколе с 2005 по 2011 год, но потом переехали в Мобил. У нас было ощущение, что Пенсакола, конечно, такой маленький город туристический, но он слишком близко к воде. И, как вам сказать, он не такой культурный, как Мобил. Там меньше музеев. И там было у нас, как подрядчиков, меньше работы. То есть я не могла нащупать, чтобы у нас было больше. Мы часто ездили работать именно в Мобил. В общем, мы переехали в Мобил. И большой портовый город, на полмиллиона населения с пригородами. Сюда приходят круизные лайнеры. Да, чуть-чуть подальше ехать, купаться на залив. Здесь, например, цены на аренду ниже, чем в Пенсаколе. Цены на дома примерно одинаковые. Цены на рестораны здесь чуть-чуть выше, чем в Пенсаколе. То есть везде есть плюсы и минусы. А Пенсакола все-таки ближе к заливу. И последний ураган Сали, конечно, ее очень хорошо потрепал. То есть чем ближе город к воде, тем больше проблем может быть. И что надо знать. То есть это девушка, которая ко мне обратилась. Мы поговорили с ней о покупке жилья здесь, в переезде. И когда она спрашивала меня про Пенсаколу, я сказала, у меня лицензия только в Алабаме. Чтобы мне быть риэлтором во Флориде, помогать людям с покупкой жилья в Пенсаколе, мне нужно сдавать отдельный экзамен. А мне сейчас не до этого. То есть в принципе риэлтор должен будет изучать какие-то там законы во Флориде, если он хочет иметь лицензию флоридскую. И она мне задавала какие-то вопросы. Я ее связывала некоторыми со своими знакомыми людьми. И давала советы. Но в конце концов она мне пишет, что она не может выбрать, Пенсакол или мобил. И очень важный момент, когда она связывалась с двумя риэлторами в Пенсаколе, ей не ответили. Ей не ответили. И вот на что мой ответ был. Если там есть люди, которые не хотят с вами работать, зачем туда ехать? Ну в принципе, да? Потому что я как считаю, когда со мной человек работает, я его все время веду. Я его познакомлю с людьми, которые ему понадобятся. Если человек мне напишет, дай мне, Оксана, телефон электрика, дай мне, мне нужны такие-то связи, такие-то связи. Потому что наше время, этот нетворкинг, он очень важен. Если человек думает, что она будет жить в Пенсаколе, ей кто-то другой найдет дом, а я буду ей помогать, то это невозможно. Потому что я в Пенсаколе не знаю никого. Я в мобиле знаю всех. И всех нужных вам людей. Если кого-то я не знаю, я найду. В течение там пару суток. У меня так, что куча знакомств. Вот. Я смогу вам помочь в какой-то ситуации. Потому что риэлтор, это ваш адвокат. Хороший риэлтор. Это ваш адвокат. И ему важно, чтобы его клиенты были не просто, как говорится, источником дохода. Но чтобы они потом Максу Лилю сказать другим. Вот это замечательно, риэлторы. Маленький подошел бы для какой-нибудь пары. Без детей. В общем, для маленькой семьи. Вот. Да, я вижу. У нас тут немножко гнили. Но все равно, кирпичные всегда. До хрена гнили. Да, да, да. То есть, кто будет покупать, он покупает эти стены. Только один. Да. Кухонные шкафчики придется менять. Всю бытовую технику. Смотри. Это все меняет. Смотри, ты видишь здесь что? Да. Крышу меняет. Там, наверное, крышу, блядь, весь клай вот лежит, тоже меняет. Кондиционер тоже. Кондиционер, естественно, нужен. Я думаю, что здесь придется еще всю электрическую проводку менять тоже, потому что она никогда здесь не менялась. А это на такой дом, может быть, пять-шесть тысяч долларов. Пять-шесть тысяч долларов. Да, то есть, все, все, все менять. Кто-то написал, мне там, типа, я не знаю, такой-то такой комментарий, что, о, сейчас куда не плюнешь, в риэлтора попадешь. Но я не знаю, риэлтор, риэлтору рознь. Я считаю, что я вообще совершенно другой категории риэлтор. И со временем я собиралась выучиться на оценщика, потому что, я считаю, мне это легко дается. Потому что, смотрите, то ли взять девочку, которая два-три года пожила в Америке, выучилась на риэлтора, и она не знает ни район, где живет, она не разбирается ни в ремонтах, у нее нет знакомых среди американцев, которые все эти ремонты делают. И какие она советы может дать человеку, который хочет купить дом? Даже если вот к этой девочке, например, она новичок, там, год, два, три. Даже если к ней будут обращаться русскоязычные, для нее все будет очень сложно, и она не сможет поделиться тем опытом, который, например, есть у меня. А я несколько лет была с моим мужем прорабом, и подрядчиком, то есть я вместе с ним и по лестницам лазила, и, как говорится, и садинга отрывали, и живых термитов щупали, и красили, и я знаю цены на ремонты в нашем городе, да. И когда я вижу какую-то ситуацию, я же могу прикинуть, что человеку будет выгоднее, покупать убитый дом и делать ремонт за свой счет, или просто все-таки взять там дом в ипотеку. И меня иногда спрашивают, мне говорят даже такие вещи. Оксана, я хочу купить дом за 40 тысяч в хорошем районе, потому что у меня дети, и я хочу ходить, чтобы они ходили в хорошую школу. Так вот, дорогие, я хочу снять с вас розовые очки, вот как я сниму с себя свои вот эти очки, и сказать вам, в хорошем районе дом за 40 тысяч ничего не купите. Даже если он убитый. Убитый дом в хорошем районе будет стоить 80 тысяч, там 90 тысяч, но не 40. И что, если вы хотите, чтобы ваши дети ходили в хорошие школы, что надо делать? Надо брать ипотеку, надо брать дом в хорошем районе. Или снимать квартиру. В этом ничего нет зазорного, потому что я не считаю, что вы кидываете деньги на ветер, снимать домик или квартиру, это значит, вы просто платите за крышу над головой. Вот и все. И лучше, я считаю, взять ипотеку в хорошем районе, чем иметь выплаченное жилье в каком-нибудь районе, где даже если вы вложите, допустим, много денег за ремонты, вы им не продадите этот дом, вы не вернете эти деньги, что вы вложили в свои ремонты. Понимаете? Вот. Поэтому я некоторым говорю, может быть, мы все-таки как-то, если для вас важно, чтобы были хорошие школы, может быть, надо взять все-таки ипотеку или брать в аренду. Потому что, если у вас есть 40 тысяч, наличными отдать за дом, а потом еще там, там будут ремонты, там будет много ремонтов, там надо будет обязательно, если дом за 40 тысяч, там обычно надо будет окна менять, там крышу и все такое. Если вам это надо, не знаю, а может быть, просто хорошее сделать down payment на покупку нового дома. Вот. Сейчас я сижу в машине, сына жду, у него это, уроки джиу-джитсу, мы записали его на джиу-джитсу, Ванечку. Вот. Такие дела. Вот такие дела. Так что, надеюсь, вам понравился этот ролик. Я знаю каждый, мне нравится, что каждый видит что-то другое, что-то необычное для себя и пишет какие-то моменты, которые им понравились и которые им устроили взрыв мозга, да? Вот. Такие дела, дорогие мои. Всего доброго. Теперь, если кто-то мне будет звонить и советоваться, я буду им посылать ссылку на этот видеоролик. Ищите, Спасибо.